Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 Военный Разум на канале Triple Vibe. Сегодня мы наконец-то поговорим о новом ивенте Эскалационный Протокол. В видео я перечислю несколько важных советов по структуре ивента, рекомендуемому снаряжению и уровню силы. Итак, ивент Протокол это новый режим для Destiny 2, запускается в двух локациях Марса, на Наносе и на площади перед комплексом технологий будущего. Чтобы начать мероприятие, активируйте подсвеченные красным огнем панели, к слову на каждой локации их 5. Ивент состоит из 7 уровней, каждый уровень включает в себя 4 фазы. Как только вы начинаете ивент, начинается обратный отчет от 3 минут на каждую из 4 фаз. Эти фазы распределяются так, зачистка мобов, деактивация кристаллов, снова зачистка и босс. Исключения представляют 5 уровень, вместо обычных 4 волн может дополнительно запуститься публичное мероприятие, на котором нужно будет выполнить его героическую версию, и 7 уровень, там просто сразу финальный жирный босс. В целом волны похожи друг на друга, за исключением количества врагов и их уровня здоровья. На последних уровнях экран будет практически забит желтыми хайвами, и понять вообще что происходит будет непросто. Деактивация кристаллов тоже на разных уровнях может немножко отличаться, где-то вам нужно будет просто встать в круг с рунами хайвов и отстрелять парящие кристаллы один раз, а где-то таких алтарей с кристаллами будет больше. После удачного выполнения одного уровня, необходимо найти следующую подсвеченную панель запуска протокола, она будет отмечена таким ярким столбом до небес. Активируйте ее и запускаете следующий уровень. Если вы не справились с выполнением этапа, следующий запуск протокола будет уровнем ниже. Что по рекомендациям? Минимальный уровень силы персонажа, который позволит вам комфортно чувствовать себя на ивенте, 360 и выше. Персонажи, чей уровень предметов будет ниже, после пятого уровня протокола перестают наносить существенный урон, а ведь на последних этапах урон как раз таки важен как нигде. Что касается классов и подклассов. Приоритетными являются ночные охотники с сапогами установка орфей, варлоки с пустотным уроном и титаны-санбрейкеры со своими мощными солнечными молотками. Варлокам важно не забывать о своей способности раскол и вовремя помогать лужами своим напарникам, а титанам больше гранат и чаще ультите. Если уже выбили новый экзотический чест инструментарий, то он вам тут пригодится. Из оружия. Симулянт, вордклевская катушка или дарси в третий слот. Второй слот лучше занимать в противовес третьему и подбирать по противоположному урону. Лучше что-нибудь вроде скаутки с хорошим показателем урона. Первый неплохо подойдет какой-нибудь револьвер или автомат, поскольку расстояния для сражений будут не такими большими, а урона нужно будет постоянно вливать много. Чаще ультите, используйте абсолют оружие, сферы света будут ой как полезны на седьмой волне, ульта вам пригодится, некоторые команды даже специально лажают на шестой волне, чтобы потом ее перезапустить и на орбите еще больше перед схваткой с боссом. Самое сложное для ивента что? Собрать команду из девяти человек, конечно. Без полной тимы завершить все семь волн будет очень сложно, практически нереально, если уровень силы будет еще и низким. Этот момент разработчики не продумали, но и не случайно. Идея была в том, чтобы игроки собирали команду прямо на пустошах Марса, но вот дела, пока что там чаще всего бродят зеваки с уровнем силы 340, но и от них толку никакого не будет, само собой. Так что давайте пару лайфхаков, а то и костылей я вам назову. Для игроков на ПК все будет чуточку проще, чем для консоли королей. Перед запуском игры нужно будет выбрать регион Америка и начать залетать в локацию по одному. Как только трое игроков смогли попасть на локацию вместе, остальные шестеро цепляются к ним через клановую вкладку. Если набрать людей из клана не получается, то необходимо выйти из профиля Battle.net и при перезаходе поставить регион тоже на Америку, потому что списки друзей на Европе и Америке разные. Это можно делать не выходя из игры. Таким образом вы получите 9 людей со связью на необходимом месте. Для консолей принцип тот же, но из-за того, что мы не можем сменить регион подбора, нужно просто перезалетать из локации в локацию и надеяться, что все нужные игроки окажутся вместе. Такой костыль может занять много времени, около часа даже, но иначе пока никак. Позже этот процесс будет проще, потому что даже рандомные игроки на локации с нормальным уровнем силы смогут быть полезными. А что в награду за все эти старания? Каждую неделю вы можете получить один ключ для открытия сундука последнего босса. Для этого отнесите 7 фрагментов ключа Распутина, а не Брей. Они у вас в контрактах, можете проверить. Награда каждую неделю будет уникальной, как и финальный босс. Кстати, фрагменты брони вот этого сета тут и получаются. Вы часто про него спрашивали. Ну и на этом пока все. Позже мы еще, наверное, неоднократно вернемся к этому ивенту. Пишите в комментариях, нужно ли делать ролики о каждом боссе на неделях и уникальном луте с него. А я прощаюсь, пойду и дальше троить седьмую волну. Вам желаю удачи на ивенте. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok